Здравствуйте, уважаемые зрители! Анонимный опрос на тему коррупции среди сотрудников МВД проведут в Казахстане. Об этом было заявлено на одном из брифингов столицы. Вот и мы сегодня поговорим на эту тему. Если честно, мне слегка непонятна постановка вопроса. О том, что в среде полицейских есть факты коррупции, не говорит только ленивый. Это уже, я бы сказал, притча во языцах. В народе очень много шуток и анекдотов ходит на эту тему. В общем-то и статистика говорит об этом. С каждым годом в рядах МВД выявляют и изобличают так называемых оборотней в погонах, коррупционеров и мздоимцев. Да, их ловят, может и количество таких преступлений становится все меньше и меньше, но вот искоренить эту напасть не получается. В одной из прошлых своих программ я уже говорил об этой теме. Тогда, пару месяцев назад, антикоррупционная служба провела исследование, результаты которого совсем не порадовали высокие чины. Так вот, оказалось, что мздоимству подвержены правоохранительные всех регионов нашей страны, различных должностей и званий, а сумма взяток начинается от 2000 ченге и до... Цифры порой шестизначные. То, что наши правоохранители имеют слабость к взяткам, факт общеизвестный. Самая главная проблема – как искоренить эти факты в этой системе? Что сделать такого, чтобы сотрудники МВД от рядового и до генералов были крепкими, неприступными и стойкими перед видом и хрустом различных купюр и валют, неважно какого достоинства и страны производства? Помните, я рассказывал и о тех мерах, что предпринимаются для решения этой проблемы? Так вот, к примеру, в славном городе на Урале, Ватерал, решили не ограничиваться одними лозунгами и девизами и пошли еще дальше. В целях искоренения бытовой коррупции и изменения сознания стражи порядка в здании городского управления полиции было установлено зеркало честности. Выглядит все это следующим образом. В фойе висит большое зеркало, рамка которого обклеена фотографиями сотрудников, членов из семьи, приятными моментами из их жизни. Поверх зеркала висит надпись «Арабстн арта азап от басн до ойля». Примерный перевод таков. Прежде чем брать взятки, подумай о семье. Вот такая вот наглядная агитация. По словам организаторов этой акции, таким образом ведется широкомасштабная работа по формированию нулевой терпимости коррупции в рядах сотрудников полиции с помощью семейных ценностей. Еще один метод борьбы с коррупцией внедряют в Актюбинской области. Там, если под суд попадают полицейские начальники, оглашение приговора проходит не совсем стандартно, так как в нем, кроме родственников, представителей СМИ, принимают участие и бывшие коллеги обвиняемого. То есть в зале суда находятся и эксподчиненные бывшего начальника. В профилактических целях, надо полагать, дабы другим неповадно было. Так что эту пресловутую и приставучую коррупцию в рядах полицейских, конечно же, пытаются искоренить. Но вот когда ее окончательно победят, никому неизвестно. Ведь взятка не читает лозунгов, статистика ей не в домек. Она же приходит всегда неожиданно, когда ее совсем не ждешь. Или наоборот, только ее и ждешь. Особенно, когда у тебя невысокая зарплата. Вот почему рядовые полицейские не могут устоять перед различными подношениями и подарками. Да потому что у них оклады. Маленькие, мизерные. Недавно министр МВД господин Тургумбаев озвучил, что следователи и оперуполномоченные получают 120 тысяч тенге. А с 1 июля они будут получать 170 тысяч. Вот объясните мне, как жить в современном мире, получая зарплату в 120 тысяч? Да, с этого месяца прибавили еще 50 тысяч. Но ведь и они не решат проблем жилищных, бытовых, семейных. Как с таким окладом не ринуться в объятия коррупции? Для этого надо быть или бессеребренником, или альтруистом, ну или просто героем. Поэтому, как я и говорил ранее, нужно поднять зарплату полицейским. И не на 50 тысяч, а сразу на 350. А также улучшить их социальное обеспечение. Вот тогда, может быть, мы и победим коррупцию в некотором роде. Но верю, верю в нашу полицию. Там есть такие люди. Честные, принципиальные, неподкупные, не запятнавшие звания чести и мундира. Вот о таких людях и необходимо говорить в СМИ, снимать о них фильмы и передачи, приглашать в школы и вузы для лекции, сделать их наставниками молодых полицейских. Ну а возвращаясь к началу этой программы, где я сообщал о том, что в Казахстане проведут анонимный опрос на тему коррупции среди сотрудников МВД, замечу, что он планируется в четвертом квартале этого года с привлечением минимум двух тысяч человек. Согласно информации, в анонимной анкете будет несколько разделов, один из которых будет посвящен выявлению формальных показателей удовлетворенности работы и мотивации сотрудников. Деньги, перспектива роста и достойный соцпакет. Вот мотивация сегодняшнего дня. Будет все это на высоком уровне, тогда и, глядишь, и коррупцию победим. А пока всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова